Три дня в Верхней Палате Российского Парламента проходила презентация Чувашской Республики. Вместе с многочисленной делегацией в Совете Федерации работала и наша съемочная группа. Программа Дней Чувашии в Совете Федерации была весьма насыщенной. Совместную работу сенаторы и депутаты Госсовета начали еще в понедельник, когда состоялось заседание Комитета по образованию. Во вторник члены делегации Чувашии выступали сразу на трех комитетах. Мы сегодня не столько боимся импортной новой техники, сколько боимся бывшей техники, ввезенной на территорию Российской Федерации. Почему? Если я приведу буквально пару цифр. Если мы в 2011 году доля отечественной импортной техники была нашей 40, импортной 60, я не говорю про автопром, я говорю про прицепную технику и так далее, то сегодня доля, к сожалению, уже 70 на 30 в пользу импортной техники, бэушной, я напомню, импортной техники. В текущем году, если все так же сохранится, то доля опять возрастет до 80% и так далее. О проблемах, которые затрудняют работу производителей спецтехники, о необходимости создания испытательного сертификационного центра электротехнического оборудования говорили предметно, с массой цифр и примеров. Речь идет о защите не только отечественного рынка, но и экономических интересов страны. Уже пора нам вместе с современными учеными, которые мыслят широко, а не только в рамках теории Хаека, приступить к разработке закона о промышленной политике. Общий язык нашли участники расширенного заседания комитета по агропродовольственной политике и природопользованию. Сенаторы Совета Федерации, участвовавшие в работе комитета представителей министерств, обсудили ряд проблем, касающихся предоставления субсидий, льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Отдельно затронули вопрос о восстановлении хмелеводства, как перспективного направления развития агропромышленного комплекса. По мнению членов Совета Федерации, разговор в целом получился очень содержательным и конструктивным. Есть, конечно, отчетность, без нее нельзя обойтись. Но в первую очередь предложение, способы решения задач. Огромное значение это имеет, в том числе потому, что палата регионов заинтересована в постановке этих задач не только в Чувашии, конечно, а по всей стране. И они действительно имеют общегосударственное значение. Некоторые есть национальный уклон, например, по поводу хмелеводства. Но общегосударственное значение имеет то, что это импортозамещающий продукт, повышение, опять же, налогов, поддержка собственного спектра сельского хозяйства, науки и так далее. Так что все доклады были просто замечательны на высшем уровне. Вопросы подготовки и празднования столетия Чувашской автономии и 550-летия ее столицы обсуждались на заседании Комитета по региональной политике. Согласно указу главы государства, они вошли в перечень памятных дат, которые будут отмечаться на федеральном уровне. Предполагается, что большая часть средств будет направлена на реконструкцию и восстановление объектов культуры и культурно-исторического наследия. Однако в проекте федерального закона о бюджете страны в связи с дефицитом софинансирование поддержанных объектов не предусмотрено. По этому поводу сенаторам было дано отдельное поручение. Уважаемые коллеги, я считаю, наша задача Палаты регионов отследить, чтобы те средства, которые предусмотрены в соответствующем постановлении правительства во исполнении указа до 19-20-х годов были республике выделены. Собственное постановление правительство должно исполнять. Поэтому я попрошу комитет по бюджету, я попрошу сенаторов от республики Чувашия оказать все содействие, чтобы ежегодно необходимые объемы финансирования были предусмотрены для республики Чувашия для ее дальнейшего развития. Деловую часть Дней Чувашии завершил час субъекта федерации. Выслушав выступление главы Чувашии Михаила Игнатьева и спикера госсовета Юрия Попова, сенаторы приняли решение поддержать ряд предложений, озвученных республикой. Итог разговора подвела Валентина Матвиенко. Чувашскую республику по праву называют сердцем жемчужиной по Волжье. Это регион с динамично развивающейся экономикой, эффективной социальной политикой. В республике стабильная общественно-политическая социальная ситуация. И что очень важно, что такая многонациональная республика, сегодня у нас нет никаких конфликтов на этнической, национальной почве, мир и согласие, за что отдельная благодарность руководству республики. Вы знаете, стиль руководителей республики Чувашия такой спокойный, не шумливый, никому не докучают, опираются в основном на собственные силы, но очень системно, планово занимаются развитием собственной экономики и решением социальных вопросов и социальной защиты населения республики. После завершения работы, собственно, в Совете Федерации, Михаила Игнатьева и Юрия Попова ждало общения с журналистами центральных СМИ. Опросы задавали самые разные, вплоть до отношения к новой системе распределения мандатов, обсуждаемой в Совете Федерации. Вот здесь как раз очень важно, что люди голосуют конкретно за человека. Что он сделал, как слуга народа, какие обещания давал и какие обещания вообще не выполнил. Может ли он претендовать на следующий срок. В завершении Дней Чувашии Михаил Игнатьев дал большое интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ». Коллега интересовала, какие приоритеты у правительства республики, как удалось добиться того, что показатель строительства жилья в Чуваше самый высокий в Поволжье, а индекс безработицы, наоборот, один из самых низких. За счет чего поддерживается благоприятный инвестиционный климат и многое другое. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.